И вот глава комиссии ЕС, в каком-то смысле это глава правительства ЕС. Хотя это уподобление довольно грубо, да, но должность президента ЕС, например, каковым сейчас является представитель Европейского Союза Туск, она все-таки слабее. Потому что именно в руках главы комиссии срочена вся исполнительная власть, только глава комиссии, только комиссия имеет право выдвигать законодательную инициативу. Безусловно, Юнкер будет тверд в отстаивании интересов ЕС. Другой вопрос, что эта твердость будет достаточно аккуратной и осторожной. Повторяю, Юнкер человек очень системный и, так сказать, лишних телодвижений, неаккуратных делать никогда не будет. За долгую политическую карьеру Юнкер лишь единожды попадал в скандальную ситуацию. На это ошибка стоила политику премьерского кресла. В позапрошлом году внезапно выяснилось, что служба безопасности Люксембурга на протяжении долгих лет занималась незаконной прослушкой местных политиков. А кроме того, погрязла в коррупции. Было выявлено множество фактов, начиная от подкупа должностных лиц и заканчивая покупкой автомобилей для личного пользования за государственный счет. Контролировать деятельность службы должен был премьер-министр, то есть Юнкер. Соратники политика утверждают, что скандал спровоцировала британская разведка. С Великобританией у Юнкера вообще отношения не складываются. Против его назначения на пост главы Еврокомиссии активно выступал премьер Дэвид Кэмерон. Британию, всегда держащуюся в ЕС особняком, категорически не устраивают федералистские устремления Юнкера. Он выступает за усиление полномочий центральных структур Союза. Глава британского кабинета даже пригрозил референдумом по выходу из ЕС. На этот раз шантаж евросепаратиста Кэмерона не удался. В этой дуэли Лондон-Берлин, уверенная победа за последним. Юнкера поддержали все члены ЕС, кроме Великобритании и Венгрии. Предшественник Юнкера Жозе Мануэл Борозу России не слишком симпатизировал. Среди всех его жестких антироссийских демаршей особенно выделялся недавний публичный вольный пересказ конфиденциальных телефонных переговоров с Владимиром Путиным. По словам Борозу, российский лидер угрожал захватом Киева в двухнедельный срок. Россия в ответ пригрозила публиковать стенограмму разговора, что по дипломатическим меркам до сих пор считалось немыслимым. Скандал едва удалось замять после невнятных извинений Борозу. Юнкер же пока эпатажных заявлений не делал. Эксперты вообще оценивают его назначение позитивно. Я думаю, что он будет стараться улучшить отношения с Россией. Что касается отношений с Россией, это лучше, чем был. Потому что раньше был господин Борозу, и он был такой идеолог, очень радикальный. Он был сначала маоист, потом он поддержал США для войны в Ираке 2003 года. И у него были постоянные очень агрессивные отношения с Россией. И он отказал в декабре 2013 года организовать трусторонние совершения между Россией, Украиной и Евросоюзом. Потому что он видел Россию как враг номер один. Пока, впрочем, о России Юнкер высказывается достаточно жестко. Еще будучи претендентом на пост главы Еврокомиссии, он выступил за ужесточение санкций, тем самым поддержав общий курс ЕС. Одновременно Юнкер призвал Европу готовиться заплатить за проводимую политику. Кризис на Украине является проверкой Евросоюза на солидарность. Если Россия не предпримет шаги по деэскалации конфликта, то мы должны очень быстро разработать новые санкции и перекрыть поток денег в Россию. Евросоюзу также необходима более высокая степень солидарности в вопросах энергетики. Мы не должны проявлять наивность в политике по отношению к России. Несмотря на это, в Москве на нового главу Еврокомиссии рассчитывают. Неслучайно из трех новых руководителей ЕС президент Путин поздравил только Юнкера. Отношения Юнкера с Россией достаточно ровные. Он, я говорю, что политик такой очень аккуратный, осторожный. Он не делает резких заявлений никаких. Он не такой, знаете, не воинствующий европейский политик. Очень, наоборот, такой сдержанный, аккуратный. Но в то же время нельзя, так сказать, его рассчитать в качестве такого адвоката России или большого друга России. Это типичный стандартный европейский политик, который будет отстаивать интересы Евросоюза. Сейчас мы знаем, что он заявил, сказал, что после своего назначения, после официального вступления в должность, первой страной, которую он посетит вне пределов Европейского Союза, будет Украина. И вот таким образом он как бы высказывает поддержку Украине. Как бы то ни было, высшие руководители ЕС при сегодняшней архитектуре Союза остаются в первую очередь чиновниками, а не политиками. Слишком многого от них ждать не следует. И хотя сам юнкер хотел бы усилить роль наднациональных органов, пока важнейшие решения будут принимать главы крупнейших государств Европы. Алина Гребнева, Ирина Агапончик, Дмитрий Лобой, Евгений Зимин, РБК. Сегодня Немцова «Взгляд». Мейл.ру против Яндекс. Как скромные программисты создали IT-империи стоимостью в миллиарды долларов. Сегодня в 15.35. Сегодня Левченко «ФАК». Бизнес-образование. Цена правильных стратегий. Кому и зачем нужно такое образование? Как поступить в бизнес-школу? Сегодня в 16.35. Искусство тратить время и деньги. Инвестиции в счастье. Покупки с Кирой Альтман. Утром на РБК. Здравствуйте. Это «Бизнес с высоким IQ». Сегодня мы расскажем, как новые технологии помогают получить конкурентные преимущества и расширить клиентскую базу. InTouch-страхование помогает автомобилистам чувствовать себя уверенно. Создать продукт, выгодный и клиентам, и бизнесу, помогла услуга «Умное страхование» от МТС – лидера корпоративного рынка связи. На машины устанавливается М2М-датчик. Он регистрирует информацию о стиле вождения клиента и передает ее в InTouch-страхование. Ответственным водителям полис обходится дешевле. Раньше в тариф закладывались характеристики всех водителей, не всегда очень ответственных. Сейчас каждый клиент может влиять на стоимость своего полиса. Ну а в случае ДТП компания получает дополнительную информацию о происшествии и может обезопасить себя от недобросовестных клиентов. МТС – номер один для вашего бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На телеканале РБК «Финансовые новости» в студии Андрей Сиполов. Здравствуйте. На 2,4% почти теряет индекс ММВБ. В моменте снижались акции с открытия на 0,5%. Но все-таки ситуация с помещением Владимира Евтушенкова, глава АФК «Система», под домашний арест. Играет на руку именно Медведям. Медведи усилили распродажи по ключевым российским голубым фишкам. Здесь в среднем падение достигает от 1 до 1,5%. Ну и, конечно, сами в кавычках бенефицары сегодняшней ситуации – это акции АФК «Системы». Здесь снижение доходило до 32%. И сейчас в моменте мы видим, что АФК «Система» торгуется с минусом 26%. При этом торги по данному эмитенту, АФК «Система» 2665, они приостановлены на Московской бирже. Поинтересуемся, какие причины и что сейчас происходит с данным эмитентом у Никиты Бекасова. Никита, приветствую вам. Слово на каких объемах падения и что с акциями АФК. Андрей, здравствуйте. Наверное, говорить о приостановке не очень корректно, не совсем корректно. Дело в том, что сейчас на бирже не производится приостановка торгов по какой-то бумаге в случае отклонения ее цены значительного от цены закрытия предыдущего дня, а переводится эта бумага в специальный режим, так называемый режим дискретного аукциона. Вот именно АФК «Система» в результате того, что по состоянию на 10-19 Москвы акции обыкновенной АФК «Системы» отклонились от цены вчерашнего закрытия более чем на 20%, а если говорить точнее, то более чем на 29% в течение 20 минут торговых был введен дискретный аукцион для этой бумаги. Поэтому бумага для проведения сделок в этом режиме доступна. Говорить о приостановке некорректно. Что касается фондового рынка в целом, то да, действительно усилилась сейчас негативная тенденция. Снижение по основному индикатору по рублевому 1,3%, снижение по долларовому индикатору 1,25% к вчерашним уровням закрытия, значение индекса РТС, таким образом, 1199 пунктов, значение индекса ММВБ 1458 пунктов. Отраслевой разрез рынка сейчас весь в красных тонах, за исключением химпроизводства, где видим прибавку на 0,3% к вчерашним уровням закрытия. И от начала месяца этот сектор в лидерах роста 6,5% положительная динамика от начала сентября. Остальные индексы в минусе сегодня. На 1% уходит нефтегазовый сектор, 0,4% электроэнергетика, падение 5,4% коммуникации, 0,2% снижение металла и добычи машиностроения уходит вниз на 2,2%, снижение банковского сектора вертикально вниз 6,7%, потребительские товары на 1% снижение и 0,6% транспортный сектор ниже вчерашних уровней закрытия. Вернемся на фондовый рынок, посмотрим на объемы. Здесь они сейчас выше средневных значений последних четырех торговых недель с учетом сделок РИПО. Вторичный рынок акций и паев суммарно 31 млрд рублей, что примерно на 25% выше средневных показателей для этого момента торговой сессии. Всего по московской бире, по всем ее рынкам, суммарный объем 521 млрд рублей, что также можно оценивать как активность выше среднего. Ну и на валютном рынке соотношение сил в паре доллар-рубль 38 рублей 46 копеек, изменение 13 копеек не в пользу российской валюты, 18 копеек. Евро дорожает против рубля 49,82, проходят сделки. И по последним сделкам изменения не столь значительные, бивалютная корзина сейчас 43,41, изменения нулевые. Евро-доллар 1,2954, изменения также незначительные, китайский юань 6 рублей 25 копеек, на 1 копейку это меньше, чем вчера, таким образом против китайского юаня. Спасибо, спасибо. Это был Никита Бекасов с московской биржей. Ну мы же как раз посмотрим на хорошую ситуацию. Все-таки центральный банк, он сделал важную вещь, он вел продажу валют через так называемые валютные свапы. Миллиард долларов это план на сегодня, 2 миллиарда еще впереди. И фактически рубль имеет некоторую поддержку со стороны Центрального банка. И с другой стороны, на этой неделе у нас неделя именно налоговых выплат. Так что по отношению к максимумам основной торговой сессии на рынке Форекс, рубль сейчас укрепляется против доллара США, но не так значительно, как это было, например, вчера вечером после выхода этой новости. Все-таки ситуация с Евтушенко влияет и на эту ситуацию тоже. Да, безусловно, дело Евтушенкова, и все утро об этом говорим, и, наверное, сегодня весь день будем об этом говорить. Одна из главных тем, его нельзя дело сравнивать с делом Югуса, об этом заявляют в Кремле. Я напомню, что Евтушенков помещен под домашний арест. Башнефть, МТС, ФК-система падает, даже по ФК становили торги. 20 сентября. Грандиозное открытие «Вегас Крокус Сити». Для вас споют все звезды. Метро Микинина. Артурс Вилледж энд СПА-отель. Незабываемый отдых и уютные гостиничные номера в 20 километрах от Москвы. Блюда европейской и восточной кухни. Специальные программы для самых маленьких гостей. Бассейн с джакузи и аквагоркой. Прогулки на свежем воздухе. Теннисный корт. Площадки для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Отдых душой и телом, новая энергия, свежие силы. Все это Артурс Вилледж энд СПА-отель. «Я. Профological дима». «Я. Восetry» «Я. Александр Хост. Восторжで лима». «Я. В здоровье geldrat. В cortе горророк. В не в tickе гонг». Внойuesto гонг». «Я. В啦». «Я. Пżauer. «Альфаale». «Я. Субтитры создавал DimaTorzok